В конце 2012 года на территории Пермского края ввели предпринимательскую деятельность 84 тысячи человек. По данным региональных фискальных органов, за последние два месяца их количество значительно сократилось. В декабре количество их снизилось на 4 тысячи и вновь зарегистрированных тысячи, ну в целом на 3 тысячи стало меньше. Тенденция относительно 82 тысяч, снижение на 3 тысячи, наверное, не такая мощная, но явление есть. Как выяснилось, удар по табуретке, на которой балансировал малый бизнес, нанес Пенсионный фонд России. В 2013 году в рамках реформы пенсионной системы размер обязательных выплат предпринимателей значительно увеличился. И в этом году у нас получилось так, что тариф был увеличен в двое, плюс к этому еще и подрос минимальный размер оплаты труда. Он составил 5 тысяч, 5 тысяч 205 рублей, по-моему. Да, 5 тысяч 205 рублей. И плюс это то, что он двойной. И получается так, что в этом году предприниматели должны платить Пенсионный фонд Российской Федерации 32 тысячи 479 рублей. По оценкам экспертов, новые ставки окажутся неподъемными для мелких ремесленников. Тех, кто от случая к случаю шьет или чинит одежду и обувь, вяжет варежки, подрабатывает парикмахером или производит какой-либо несущественный ремонт. И при этом открыто сообщает о своих доходах государству. В Пенсионном фонде считают, что новые ставки помогут обеспечить этим предпринимателям относительно безбедную старость. Эти люди возмущаются, что государство им не может обеспечить старость. А государство говорит, так ребята, налоги-то платить надо. Поэтому эта проблема есть, но это проблема сегодня, во-первых, конечно, экономики, во-вторых, это сознание. То есть многие живут старыми установками, что кто-то о них позаботится. Извините меня, никто не выводит. Официальное прекращение предпринимательской деятельности не означает ее фактическое окончание. Так считают эксперты, недавно опрошенные российской газетой. По их словам, пенсионное нововведение заставит бизнесменов просто еще глубже уйти в тень. Далее цитата. Уйти придется самым необеспеченным – студентам, домохозяйкам, молодым мамам, пенсионерам, подрабатывающим в удобное для себя время. Конец цитаты. Андрей Сидорчуков, Антон Шибанов, Евгений Шеленко. Телевизионная служба новостей.